Продолжение следует... 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 что такое багдад это город такой есть в израиле в ураке конечно так ну короче тут пишут про батлы под биты про версус а я хочу 100 подписчиков 100 а точнее 100 зрителей 82 мы сделали так да поздравляю за б с днем рождения привет привет со скольки лет и начал заниматься рэпом там бабами так короче ребята расскажите лучше как вы будете встречать новый год потому что мы не знаем как мы будем встречать и мы хотим спиздить эту идею решил лучше пишет суслик мил мэрицы как вы слышали так 92 человека пиздец ел кто-то репост на спасибо но что за не опять короче улыбались поднажмем по сериал поднажмем до соточки стоер привет по блоссе да и короче до соточки под нажмем и начнем отвечать на вопросы ведь всем так это интересно и так зачем батл на украине такие вопросы задавать очень опасно привет ну рассказывайте как будете новый год я набухаюсь и усну под батареи в принципе слушай но это первый вариант нужно запомнить мы это сейчас оставим будем дальше смотреть а как этот гриша в плане секса слушай слушай это спросил пётр я на ннг сами нам гриша тоже своими нам будет отвечать отмечать я буду встречать на кота резвым так как отравился чем-то и это печально арина привет господь иисус не знаю что это значит на так ну смотри сначала и друг другу а потом домой и снимаю реакцию ну такое новый год должен пройти в трусах и гулять а и пулять салютами в бухих очень странно как тебя пустили на украину просто я бог так гриша брикается все брикается брикается не знаю когда концерт будет вопрос как он ваш подогрев осталось четыре человека нужно сотка сотка 99 100 поехали это очень красиво что два человека а тирэпс ладно или дать вопрос а подожди они убавляются подожди 95 что за хуйня зашел с пяти аккаунтов и резко вышел кто-то ведется как крыса не уходите буду праздновать в поезде мне мозг нет ребята но я не могу ответить и сейчас ладно давайте мы продолжим 99 101 101 но неплохо давайте начнем да давайте начнем так будут ли концерты еще а если точнее в ижевске расскажу интересную историю про ижевск приехали мы как-то в ижевск с этим человеком и с этим человек и мы были на хате на вписке нас пацаны приютили было очень уютно так уже 70 человек ладно ну короче не правда было хорошо люди убавляются прям резко прям резко убавляется короче ребят ну ижевск не такой плохой город почему вы все уходите с трансляции короче тормозит эфир они реально валят просто чё за хуйня остановитесь ребята пожалуйста это же это же очень неприятно просто 30 человек резко ушли ну понимаешь люди просто не уважают ижевск 70 так 30 твое вайпхантер эфир ломает но полятно вайпхантер ты дальше давай короче концерт в ижевске будет если в ижевске захотят концерт уже пишешь текст на battle с сектором мы вот час сидим пишем правда если что ради бога блять не верьте на самом деле да ну конечно да да я должен читать все что они спрашивают а и все что они спрашивают дима когда батлы долго ли времени занимает написать текст почему не пошел на второй сезон bpm cup спрашивают кости деменев ты как это же там программу да не спрашивает вот этот короче battle и в конце января вот с антоном будет battle мы друг друга очень сильно ненавидим я антон он антон сектор и мы просто будем батлить потому что у нас есть что обсудить отлично мне есть что сказать я планируешь сделать новый альбом и пи короче в этом нет уже не в этом году следующем году будет и то и другое как те второй сезон капа какие у тебя планы творчества на ближайшее время по творчеству делать песни и выступать и батлить немножко сезон капа в целом не очень нравится но есть участники такие как кисла дамуэрта и кукиш с хаслом кто-то еще там есть наверное пиздата я сейчас не вспомню некий n по моему неплохо делает кто-то еще есть ну короче в целом я не очень даст слежу они пошел это было просто такой почему пошел потому что зачем возможно ли баттл в команде 10 раунд на рнб желательно против вальчинского после окончания сезона типа двое на одного что же нормальный такой баттл в принципе справедливо вряд ли конкретно такой баттл возможен но вообще баттл в команде против кого-нибудь в принципе вполне возможен я не против главное чтобы пара имела смысл пара короче туда и чтобы будто лба не можешь ладно короче акпелу ждать следующем году очень вряд ли я хотя короче есть такая фишка я очень хочу потому что все мои капельные баттлы они базируются от вот полная хуйня до такое а хочется сделать прям пам пам чтобы там короче все такие чтобы оксимирон заорал и вот мы все такое что было круто короче по это естественно занимает много времени и сил и нужно чтобы был соперник тоже на которого хотелось писать этого хотелось бы уничтожить нахуй а такое тоже не всегда бывает ну не знаю я в принципе хочу но не знаю возможно ли это и осуществили это ближайшее время виталий хазин пишет так дима привет привет наступающим а проблема все хорошо очень громко это сделано извините вопрос да хорошо простилегия говорил брать ситю трека терапия на альбоме на альбоме не вышло на вообще будет что-то такое вряд ли короче есть охуенный битоз битмейкера ракс битс подписывайтесь покупайте бит и все такое вот но я писал типа трек терапия и бы на потом я подумал блин сопли какие-то ебаные и все это удалил и но бит этот остался бит очень такой лиричный пизда ты ничего на него сделаем но это будет не терапия вообще но спасибо за такой вопрос да так очень и жизненные строчки в дне сурка и sacrifice за эти треки отдельное спасибо выразил тем мысли которые были в голове последнее время очень много он бежит человек читай все время альбом очень крутой успехов тебе желаю так 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 вопрос с кем бы хотел фит да не с кем похоже с кем мечтал fit из русских или зарубежных может быть из рубежных с райли рид я очень хочу фильм на самом деле пожалуйста кто знаком с контакты райли рид ребята пишите в директ готов на все давайте сделаем это у меня скоро день рождения поэтому пожалуйста будешь бодрить нас очень хочется будешь бодрить этого права просто грил будешь бодрить возможно вполне мы с эдиком разговаривали есть некие какие-то варианты не буду естественно озвучивать их сейчас но если все срастется я с удовольствием за батл на 140 конечно нахуя продал дьяволу тушу за свой флоу стоило того нормально все с новым годом хорошо неплохо свежо так я знаю а ребят вам еще слышно просто мне кажется что ты возможно я не знаю мне кажется короче некий евгений умнов спрашивает так я знаю ты любишь вайба но что-то тебя пиже диктатор или вайб любишь кто пиже а кто пиже делали вайб я предпочитаю диктатора потому что я считаю что странно прозвучало мне ближе диктатор по вообще по флоу по рифмо конструкция мне кажется он очень круто это делает я уважаю его подкованность в матчасти хип-хопа выше пожалуйста короче диктатор диктатор очевидно да ты меня круче есть ли рэпер с кем бы ты хотел забатлить сам спортивный интерес в принципе старые старые обиды старые обиды да да вот вот есть хочу развивать его не на самом деле я уже это высказывал на версии в трансляции я бы хотел забатлить драга но вы те кто в курсе видели наверное его реакцию на это это забавно но вот если брать каких-то вот таких чуваков спортивный интерес именно было бы интересно с драга за за хуярится на баттле а так в принципе за хуй знает ну пока не могу вот как вы пацаны считаете спортивный интерес ребята просто инсайде ки спортивный интерес вот да я сказал а пока больше голову никто наверно так не приходит но может быть кто-то что-то подскажет из пацана кем-то за башки я просто на мой сейчас просто голову активного интереса обивана посадили обивана к сожалению это билану кстати успехов я думаю нужно пожелать ну да вообще конечно ну ладно такое приступное дальше давай что самый переоцененный mc я так разбит очень ловно два главных вопроса для любого рэпера 1 1 очень важно сколько ты зарабатываешь я не буду отвечать конечно на этот вопрос 2 ну и как часто ты дрочишь блин смотря если просто ничего не происходит наверно не часто но можно да я оставлю это лично у типа есть как говорил олег колос по есть вот такой лесок и как на беру типа их а огороженный чем вот для меня вот это очень лично да есть такая полянка я не назову геолокацию короче будет ли концерт в казани слушайте ребята я бы с удовольствием там выступил я вопрос с удовольствием туда съездил а мама стифлера мама стифлера организуй концерт пожалуйста я слышал я наслышан и мы приедем все думают да всем словами кб я буду пропускать на то что мы уже ответили не читать ну ладно не знаю можно и конечно ладно пропускать хорошо как научиться рифмовать также это вопрос сарказмом да александр воронов может быть как бы с таким серьезным я не знаю что тебе сказать чувак если ты хочешь рифмовать просто читай словарь ты же мне дарил короче мне парагрин в бородатом 2000 наверное 12 подарил словарь рифу реально он у меня где-то лежит я сейчас мне очень лениво он очень милый и короче там такие рифмовки ебнутые типа нет минет пан тарифмы какие-то ложные вот собственно с этого ты я научился рифмовать скажите все спасибо григорию а мы продолжаем с кем со 140 общаешься мало с кем на самом деле иногда общаюсь с галкилой с диктатором с ноунеймом собственно вот и все с макс кири иногда переписываемся но видите сезон закончился лагерь закрылся все разъехались и больше ну как обычно знаете школу заканчиваете не общаются там институт шара и не работает так наверное я не знаю как с тюрьмой это работает на самом деле но к счастью не знаю ладно топ-5 mc mc не battle mc на русском то есть это очень тяжело это просто пиздец тяжело мне надо в плеер зайти в плейлист контакте я сейчас не могу сказать не давай попробовать блин черт возьми и тел точно электромыш электромыш рома тилз рома тилз я не знаю серьезно если серьезно и тел и тел стопудово кто там у нас еще есть и сейчас господи боже лсп но если блин лсп просто не рассказать что прям он типа рэп но он миссии блин ну мне давай лсп оставим типа в стране лсп хорошо ладно уговорил он читает нет лсп охуенный лсп и тел как же сложно но есть вновь блин а он движ можно прямо сейчас игрил дуть или вообще в принципе вот это два разных вопроса короче короче я щас не отвечу смоки молода крутой очень конечно же ты сказал смоки мох если серьезно смоки мох крутой ну оксимирон оксимирон тоже крутой но оксимирон выпускает по песне 100 лет скриптонит скриптонит охуитель не до бамблбизи 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 100 подряд на туре да бизи вот и вообще в этом году нельзя не управлять очевидно ты являешься топовым батлом систина конечно ты сам себя таковым и скажи как тебе удается из батла в батл выдавать такой высочайший уровень выступлений в батлах на битах при этом еще и написать столь глубокий душевный альбом ты просто крут дима я разбил в кровь себе сиську сейчас спасибо большое я не буду на это отвечать да наверное не знаю как на это ответить я просто люблю батлить и рэп читать все как относишься к новому творчеству вайба вайба вы с ним хорошо друг другу относитесь я отношусь к вайбхантеру нейтрально абсолютно мне не нравится его треки я могу это сказать вообще спокойно мне потому что я считаю что там не хватает текста там них я слышал частично что-то мне тоже не понравилось и вот собственно все что я могу сказать как учился в школе куда-нибудь после нее пошел учиться я учился в школе очень плохо не учитесь как как я респект пара грима тут пишут и бой почему возле black и почему после третьего этапа ты начал делать другой стиль вернешься к прежнему я не могу стиле нет ребята я хамелеон при третий этап это это второй или не помню а это основные окей другой стиль не это какой-то бред я не понимаю в чем вопрос заключается но я могу сказать то что те кто говорят что допустим голкила начал делать хуйню я не согласен и не согласен хорошо понятно на rbl у тебя был крутой текст со стритейлингом за схемами за сложными панчлайны а на версусе был супер простой текст которая поймет почти любой зритель это даже милана осознанно осознанно чтобы засветиться у более широкой аудитории это же очевидно минус что текст примет любой нужно читать так чтобы никто ничего не понял я старался так читать но к сожалению у меня так бля про грим мой вопрос пропустил ты пропустил че там просто был какой-то видимо уже что было то есть ребят отчетая проживание вы это порогами блять не я те так скажу что в этом нет никакого плана я просто писал как писалось и все вот искренне и так скажу и мне наверное батон rbl понравился больше свой то есть вот так что я могу сказать по тексту но здесь не было то что я пытался сделать проще или сложнее нет ни в коем случае я блин делал я делал я старался я делал все что я могу сделать я старался это не было осознанно не было осознанно я считаю что это вообще не дальше этим текстом ты сказал что два из трех битов на версус были от твоего бит моря рак забить с продакшен как такое произошло эрнесто было все равно что придется читать на биты которые удобны тебе ребята хочу сказать что вот это полная хуйня удобные тебе удобно и мне хочу вам еще открыть секрет биты выбираются battle mc совместно то есть вот мы с сектором допустим я здесь это антон сектор целиком снял меня любимый мой рэмпер тогда был короче выбираются совместно и нет такого что кому-то удобнее читать кому-то неудобнее читать просто у даника у рак забить охуительные биты и здесь такой вопрос я не читаю вопросы здесь потому что мы сейчас читаем вопросы которые задавались в контакте простите пожалуйста но должен был быть подкаст который мы бы записали с вопросами из контакта так как это не получилось мы сейчас читаем их вот здесь короче что там за просто был как так получилось да просто да не крутой он сделал крутые биты и они понравились видимо они понравились эрнеста и мне и все в этом нет никаких теорий заговорок battle будущем нужно без сектором battle какой жанр музыки будет актуален среди школьников через лет пять если среди школьников то и во всем мире какой же я понятия не имею я уверен кстати да что кей-поп первое такое мнение что играем я не думаю если честно мы собираем кей-поп группу на самом деле я антон и григорий я очень похож на милого корейца ты похож мне сегодня доказывали один мой товарищ доказывал что григорий азиат отвечаю но но ребята да марк напишите кто считает что гриша азиат вообще же нихуя нет он не азиат он русский я люблю кошек он любит кошек ни одного айфона не собрал он простой парень спешмы фит с ноунеймом раз или проблему в глаз дальше как победил проблему с дыхалкой блин на самом деле самом деле вопрос интересный короче когда ты пишешь текст просто ты не думаешь о том как ты будешь его читать в зале допустим это очень важно есть такая хуйня как дыхание диафрагмы короче блин читай пожалуйста правда читай а я просто начал читать рэп по-другому я сменил стиль я сменил все собственно короче просто начал к этому уделять внимание все больше рассказал хорошо валера медаков пишет люблю тебя целую банальную дырочку валера да ребят я очень прошу я не приветствую такие проявления любви потому что понимаете я не против вообще гомосексуализма в принципе люди могут заниматься чем они хотят но мне это не близко и я дальше вышли за хорошо давайте как ты расслабляешься новый год же мы я на самом деле просто не напрягаюсь может есть кинем на свои способы как ты расслабляешь мастурбация все так 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 ну ждать концерт где когда уже понятно вы просто должны найти организатор это непонятно это вечный вопрос короче блин короче те кто спрашивают когда концерт там то там то суть в том что я не решаю этого решают допустим орги из кого-то города если кому-то интересно чтобы я в них выступил они просто пишут йоу чувак выступил нас я такой йоу пиздата давайте все так это работает а так я готов приехать почти в любой город и там зачитать рэп короче неким марсель шкиров пишет кинул в чс сук обидно ну блин чувак значит ты какую-то хуйню написал вот люди же вот это же там люди же просто не попадают никогда так 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 когда батл с оксиминога но еще не думаю типа с оксиминога ты кто оксимирон блин на самом деле не знаю а чё есть варик какой-то есть варик побаттлить с оксимироном за кадром приятная картавость какая-то женщина пишет рыжая действительно это на по-моему настоящая женщина то есть в некоторых твоих треках тебе пишут есть схожесть по стилю с noise mc пример трек терапия ты вдохновляешься его творчеством возможно влияние какое-то есть потому что но и за и связаны ли как-то твой ник сносим не фига шум на английском а шум типа но есть нет не связан но из но но из очень люблю уважаю но из мси для меня это супер пример когда человек действительно своим творчеством непосредственно поднимается куда-то очень высоко я очень уважаю очень но мы успеем просто можно у меня даже а я у короля как фан разной музыки не так сильно люблю чисто рэп хотя некоторые типа тебя вкатывают треки будут ли какие-то у тебя эксперименты с инструментальной музыкой или чем-то еще хорошим примером например считаю скрипи его глупые и ненужные частности хотелось бы узнать есть ли слышал как тебе масло черного тмина и интересует ли тебя трип-хоповое направление заранее спасибо интересный вопрос на самом деле видимо какие-то эксперименты с музыкой очень бы хотелось инструментально я так понимаю типа живая музыка да ну то есть это сложнее воплощений но это конечно звучит намного сочнее интереснее мы хотели сделать на самом деле концерт в екатеринбурге под живую музыку с барабан с барабаном как минимум но для этого нужно там репетиции все это хорошо проработать а времени для этого к сожалению не было но в будущем я сделаю для этого все и по поводу трип-хопа я не особо интересуюсь поэтому не могу ничего по этому поводу сказать масло черного тмина я не слышал не точнее не слушал я слышал о нем и там всякие хвалебные отзывы но не слышал то есть я собираюсь ознакомиться вот атак вопрос очень крутой и вообще эксперименты да я как раз сейчас думаю куда идти в каком направлении что делать и я думаю что то я буду пробовать когда батл с рифмобесом знаете православному православному просто задавать очень некультурно и вообще рифмобес прикольный чел так что все что можно сказать как научиться рифмовать человек спрашивает не надо как ты охуенно оппонент которому самое долгое готовится типа верно какой-то противник из твоих play black просто на отборе 140 я очень долго как-то вылизывал текст я специально спровоцировал парагрина потому что я знаю его порочный мозг обязательно он был он посмеялся короче play black да очень но если батл за которые стыдно прям стыдно нет но есть батл за которые мне не нравится это батл против ноунейма и батл ракиты там делать а да не ни за что не стыдно не стыдно мне не стыдно серьезно так как после двух батл под матч с такой контролем вы спрашивали нормально к нему отношусь это батлы ребята нет никакой ненависти или какой-то любви что такое багдад уверен что все эти уебки даже не знают за это rest in peace это спрашивает файбле гоку это кирилл не знаю багдад это группа в которой я состоял с никитой диссураундом и ваней вуду с 2010 по 2015 год так отлично давай прервемся потому что там димао пишет на трансляции заходите я подъехал подъезжаю мне нужно собираться или нет да давайте сейчас мы на секундочку прервемся и кто-нибудь участь туда оставшиеся вопросы что с ними сделать в машине в машине в машине в машине в управлении сейчас да пока сектором парагин сука поговорим с вами всем здравствуйте почему ты ушел из тгк ребят я короче понял то что нет мне места больше проверим почему так заводит богданто вот так смотрел дисс лавы а тебя не видят в смысле XXL этот челлендж я видел я тоже видел у нас кстати гроссквад сегодня на следующий не выкупили черные кофты масло черное батл шума получается где-то в феврале да наверное ну типа съемки будут в конце 27 у нас 27 уже есть да эми афиша эми афиша эми афиша смотри готовишь что блять шестой этап у меня будет сука за спальню типа но больше не с кем ребят как разъеби шума зачем ну чё блять нормальный вопрос это будет у вас или тогда спрашивать это вот все джонни бой прогринутая бабка и дед антихайпа а смоки под столом еще ебнули смотри никакого маленького роста если вы об этом да мы тоже рады за димона шестой этап скоро ну как после нового года каждый день пересматривают твои батлы дима шум слова и кб блин честно вот ты просто пишешь дима шум слова и кб тебе не жалко энергию тратить это же даже не вопрос это респект а это респект не я скажу респект ладно люди отдают свою энергию нам почему рыжий не зовет шума судить кап ну блять да трудно наверно хабиб и голуба одному я же не похож на хабиба точно да и на голуба точно я похож блять посмотри на какого-то же персонажа я думаю что я азок осквернитель короче из властелина колес потому что ебало у меня примерно такой ну такая жирная еще блин у вас шестердован вот такие просто активные жестко еще да 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 я готов все отлично сейчас дима вернется будет дальше тоже ситуация с обиваном ребят ситуация с обиваном это самое закономерное что я видел в жизни блять почему потому что чувак приехал там видимо собирался кого-то откиздить они приехали у них тоже у нас был ствол биты и типа они все это делали возле по моему мусарки короче судя по всему и без масок без всего снимали это на камеры выложили это в интернет это самое закономерное что после этого есть риск попасть в тюрьму да скорее всего так и произойдет если ты будешь так делать фри обиван пишет нахуй 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 ох это пары ребят сейчас мы поедем короче машине не он пишет что то есть я не сказал что за нами вообще раз приехал серьезно да оу щерь только не включайте свет а может не включать в темноте а ты не палишь ты ну да сами понимаете мы к сожалению сейчас не слышим ваши вопросы до этого слышали каждый слышали каждому своим ибо 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 души ибо души ой еще три минуты палец блять ребят как у вас дела ай блять сейчас мы продолжим ответы на вопрос там много осталось тебе там да еще вон там было еще заинтерес ой нам тогда нужно с тобой на одной сиденье сесть да а так я надеюсь нам впереди я разберем ну да он по логике еще так на нашем магазине да а мы заметим где ну что ты куда позвони сюда с кири победил и слуда блять не может быть и обманываете все ну кстати вполне возможно что на нг бухать будешь нет кто это вообще делает тебе а подъезд твой можно палить или нет нет конечно пацаны заклеиваю улыбку сейчас это пройдет я смотри видишь как я веду эфир смотри вот так вот красава красава ничего не видно а сейчас можно да конечно ребят смотрите какой underground здесь это ж он тегался уже не видно ладно так сейчас возможно так 46 человек оставать я не понимаю почему все расходятся ведь очень интересная трансляция на самом деле гриш еще раз репост не еще раз люди разбегаются я тут на самом деле очень важную вещь говорю люди вообще как-то не ценят откровенность ребят вы не цените откровенность я душу можно сказать открываю сейчас в больничке недавно я приболел я тут приболел я тут приболел и в последнее время от него да? да может кто нибудь позвонить а то порхладненько как-то 15 минут осталось до отсечки ребят Гриша читай вопросы тогда пока сейчас а мы продолжаем шуму дайте прости сектор спасибо точнее сектор сори ну дайте шуму телефон да ты относишься к батлам топ-флоу а в частности как тебе рэпер один я понял и как относишься к диссам к диссам оставшись охуенно вот самый крутой дисс в последнее время диссами Немо Киллшат на МГК топ-флоу я знаю такую площадку не смотрел батлы одиннадцати тоже слышал но тоже не смотрел его батлы вот еще го батл с маслом ментом нет я ссу оказавшись перед Витей Акаш что ты ему скажешь респект за прекрасное детство за счастливое спасибо на что потратил котлету победителя победителя за 140 не помню если честно честно не помню на стикеры вконтакте на стикеры вконтакте конечно как тебе новый альбом ежемесячных не слушал так на кого во втором сезоне 140 стоишь на кукиш с хаслом нахуй этот мелкий разъебет вас всех вот так где он две минуты спитал а че он нам писал то тогда зачем ну видимо чтобы мы знали руки то мерзнут будут ли совместки с другими участниками со 41 сезона не знаю может что будет с тобой и музыкой через 10 лет я думаю все будет хорошо давайте в пазик зайдем ребята на почета это ты бы хотел себе ребенка а в ближайшие 5 лет 10 на самом деле я хотел бы себе я хочу чтоб дед мороз мне подарил давайте зайдем можешь пока подержать хочу чтобы дед мороз подарил ребенка но я не хочу чтобы он разрушал семьи поэтому пока не хочу некая Виктория Орловская спрашивает о это женщина настоящая у тебя был групповой секс только что раз два это личное это как вопросы это как вопросы про мастурбацию собственно это тоже личное и нельзя об этом говорить вообще публично вслух поэтому давай это останется тайной нужно же быть во мне какая-то загадка все-таки как ты начал заниматься рэпом расскажи свою историю как нужно тренировать дикцию и флоу дикцию и флоу нужно смотреть бацы Эрнеста толкнитесь нам надо с Гришей назад вместе сесть сейчас мы машина садимся ребят можешь подержать пожалуйста спасибо здесь очень тесно почему почему такие просто писал за водителя не 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 так смысле вот попали по ширине очень тесно так ребята мы продолжаем Григорий читай а там вопрос забыл что думаешь насчет турнирки рвать на битах почему не пошел туда баттлить с вайпхангером или к ноунеймом кто турнирка ну блин киргизы хорошо делают еще кто-то там хороший есть подожди я не помню честно говоря еще какая-то а ну вот где Исла да вот где Исла в команде Майк Стикс делает прикольно очень очень круто у них баттл там против против короче с котлом называется да да против я не помню как называется против кореша Димасты и еще там кто-то был так вот Майк Стикс короче сделал круто вот как Киев баттл и мертвая толпа очень круто мне очень понравилось меня это очень разозлило и я отхуесосил толпу это вырезали из финального короче баттла но ну и ребята очень порадовались когда я их отхуесосил то есть а так в целом забавно то есть я никогда не встречал такого отношения типа предвзято что бы круто вообще в Киеве понравилось и отношения именно местных ребят очень порадовало вот Игорь Матвеевский спрашивает интересную вещь значит он все это время работал чтобы сдохнуть а я сдохну чтобы не работать что ты имел в виду ведь разрабатывать рэпом тоже работать нет вот тут ты прокололся а вот тут я и пропиздился ну тут все очевидно я считаю все что я имел в виду то и сказано а я не считаю что зарабатывать рэпом это работать я считаю что это зарабатывать любимым делом как бы это не звучало короче так а ты у тебя а у тебя а кстати давай мы с тобой руки то пожмем я думал уж выйдем да пожмем нормально короче с чего начинался твой путь граймера в общем я расскажу всю историю в 2011 году я познакомил с с вайпхантером и ромой тилзом у них была группа грайм патруль и мы жили тогда в хабаровске там еще слава гной мы встретились у фонтанов нас познакомил гнойный вот и собственно ребята фристайлили граймом против меня и я упал то есть было настолько сильно что я упал в фонтан гнойный у него очень длинные руки он меня вытащил он меня спас я не задохнулся тогда я задохнулся уже в другом баттле но тогда я не задохнулся и рома рома тилз и вайпхантер научили меня граймить да гриша ты вызвался сам это делать короче вот и с того времени я практикую развиваюсь и вот я достиг вершин грайма и теперь я не знаю куда мне идти только падать вниз я считаю что сказал ревстер тебе после баттла ничего не сказал он просто прошел мимо а я не помню что он сказал ну то есть что-то сказал как тебе дыка версус соня хотел бы фит с гнойным или за моем и за моем а с гнойным или за моим это важно и и за моим короче дыка против гнойного мне нравятся парты гнойного особенно второй раунд очень крутой прям очень круто про культуру говно да мне как бы я не согласен с посылом особо но в принципе просто это было короче эпично мне очень понравилось а дыка ну он сделал нормально то есть я не скажу что короче меня впечатлило но и неплохо то есть для первого батла вполне заебись будешь ли ты на ивенте слова и кп 12 до если я буду жив я там лучше признайся это ты баттлишь с пизи дальше я не буду разглушать информации пойдешь на просплат 5 если будет и пьем турнир это конечно вообще это фантастика но если будет бельгаем турнир я пойду я уничтожу короче потому что я добрался до вершин грайма и теперь только бпм я придумал тебе тактику 2 миллиона рублей вызове гнойного с условием возврата денег случае выигрыша хайп и ты крут я крут хорошая идея я воспользуюсь сейчас будет самый главный вопрос давай дима как ты относишься к факту того что что антон загудалин является левшой и то что из данного факта следует то что у него развита сильнее правое полушарие головного мозга по скрипту очень важный по скрипту осторожнее я буду конечно сейчас от этого отталкиваться я не знал что антон загудалин является все это последний вопрос короче я не знал что антон загудалин является левшой теперь это мне кажется что там типа это подковал лоху вот будет такой punchline конечно обязательно что там было потом типа то что у него развита я отношусь к этому строго положительно и я думаю я думаю что антона с этим связано много тоже прекрасных моментов с правым каким-то провождением времени налево он не ходит я думаю мужики короче это все замечательно теперь давайте общаться здесь на радость тем остальным пассажирам машин научи парагрина обновляйте а кстати там возможно есть еще давайте посмотрим еще может что-нибудь есть это не последний вопрос пишет а ты опростоволосился братишка а можно мне бутылочку пожалуйста димон спасибо так что на что ответить там кто-то пишет я не видел продолжая рнб как продолжать гнойного на фрешменов мне я не понравился если честно не понравился вообще я считаю фрешменов нельзя трогать они маленькие еще фреш но свежий а как переводится фрешмен свежий свежий мужчина свежий человек почему мужчин мужчин не сердись на ведущий тут парагрин а я не сержусь я только за парагрин у нас ведущие еще по поводу батлов без битов на слой от есть не надо лезть я выступил плохо но батлы без битов мне нравится конечно я люблю как батлят многие крутые ребята посмотрел батл тилза с аммиаком я смотрел его еще вживую это было когда я батл с эрнеста что-то еще 5 минут а есть же еще санта класс это мало этому там есть но это некрасиво будешь судить 12 числа я позову а не знаю кого спросили наверно а я тебя спрашиваю среди нет а мне не нравится я социофоб я когда на меня камера направлена я ощущаю страх я знаю ты бат лишь на rbl all-stars все будет так апель на ты подбит пархати керамбу убивать а кто такой керамбу это очень страшное какое-то прозвище вы знаете пацаны кто такой керамба тут пишет я просто не слышно а керамбит я ребят я не вывезу я не тру и у меня нет противо противогранатовой обороны как правильно сказать парагрин лысый в смысле я просто волосился волосы alert так кто-то фаворит на fb4 короче на самом деле у меня три фаворита я скажу кто здорово микси летай и макона джон что сказать кто не без греха здорово тимман здорово любишь порнуху без баб я не смотрю порнуху я мастурбирую исключительно на батл рэп когда батл за серьезно вот эти вопросы когда батл а все мы там можно закрывать принципе пост ого волос пустил у меня сегодня волос эти было в моем обеде от гринвича ушел и волосы супер эндрейс возьмется б и что вы завидуете что я согласен ребята все закономерно так мне поход батлов давая творчестве давая творчество брата райли рид она не возьмет сами понимаете так как куда вы двинули это лично так долго видим сейчас толпы фанатов сейчас сбегутся сюда толпы фанатов дима трочка на бэдбарс если ты не смотришь порнуху откуда ты знаешь роли рид ее можно слушай ты видел вообще песню роли про негров если не видел не говорить видео где она читает рэп она читает нигер если браги и дед по 10 очей по имеют кто пройдет в одну вторую я не знаю не слежу за статистикой если честно надеюсь что они больше очей по имеют второй сезон 140 bpm не говорит кислого микс или тайма конан и все голуби я ничего не понял так я не понимаю что пишите ребят мы наверно сейчас закончим уже скоро трансляцию через пару секунд потому что мы приехали отмечать новый год мы приехали все ребят всех обнимаю всех с наступающим будьте счастливы ребят попрощайтесь слушай слушай димон димон можно до свидания я вылез машины так ничего не оставил еще раз всех с выступающим новым годом йоу и будьте счастливы ребята не видитесь на хуйню все сектор мазафака секс с вами был я и опять же еще раз спасибо всем пока увидимся в 2019 году все всех обнял